Сегодня в Киеве президент Порошенко сделал ряд заявлений, которые, как считают Донецкая и Луганская республиках, противоречат сути минских договоренностей. Речь в частности идет о языковом самоопределении, особом статусе отдельных районов Украины и проведении конституционной реформы. Представители ДНР и ЛНР после выступления Порошенко заявили, Киев, судя по всему, не собирается выполнять договор, подписанный 12 февраля. Сегодня же в 10 утра на допрос в СБУ был вызван лидерком партии Украины Петр Симоненко. Из здания следственного управления он вышел буквально несколько минут назад. О том, как на Украине можно попасть в немилость и на допрос в СБУ из-за фотоснимка в репортаже Натальи Юрьевой. Новым наступлением украинских властей на фронте борьбы с инакомыслием называют сегодняшний допрос лидера коммунистической партии Украины Петра Симоненко. В СБУ политика держит целый день, более 10 часов. Его вызвали за критические высказывания о силовой операции на юго-востоке страны. С самого начала боевых действий Симоненко говорил о необходимости немедленного отвода украинской армии и прекращения войны против народа. После этого летом прошлого года под давлением властей фракцию коммунистов в Верховной Раде распустили. Против ее членов было возбуждено 308 уголовных дел за антиконституционную деятельность и поддержку сепаратистов. Силовики нашли и новый повод для нападок – визит Симоненко в Россию на пленном ЦК КПРМ. Это, конечно, парадокс, потому что ни в одной европейской стране левых не запрещают. Ведь есть левые партии в Германии, есть левые партии в Италии, в Испании. Поэтому то, что запрещают коммунистическую партию, говорит только о нацистской сущности этого режима. Сам глава КПРМ объясняет все происходящее очередной попыткой властей отвлечь внимание украинцев от реальных проблем. Пытаются в очередной раз расправиться с Компартией, исходя из того, что социально-экономическая ситуация на Украине в мае резко обострится. И это всем очевидно. Социальное напряжение будет расти, поэтому сегодня и делается все для того, чтобы запретить коммунистическую партию. Думаю, что каждый из вас, когда узнает, сколько придется платить за квартиру, за газ, за тепло, за электроэнергию, сам сразу все поймет. В подтверждение этому очередной голодный бунт на Украине, на этот раз в Харькове. Почти полтысячи сотрудников местного авиационного завода вышли сегодня на митинг с требованием выплаты зарплаты. Денег они не получают с августа прошлого года. Многим уже давно не на что покупать еду. Мы заказы будем брать, уже договорились, а ничего, заказов нету, работы нету. Завод стоит, света нету, газа нету, отопления нету, батареи все полопались. Но вместо решения вполне конкретных экономических проблем излюбленный метод украинской власти – охота на ведьм. В немилость Харьковского отделения СБУ на этот раз попала директор школы номер 136 и ее подчиненные. Учителей вызвали на допрос за то, что они ни много ни мало ездили на семинар по военно-патриотическому воспитанию в Россию. Да еще и при всем при этом надели георгиевские ленточки и даже сфотографировались с российскими коллегами под портретами Путина и Медведева. Вот реакция министра образования Украины и ответ на нее Харьковского директора. Я думаю, что этот человек не может работать с детьми, возможно, в другой стране, на другой планете. Я думаю, что она неадекватна, как педагог. Президенты наши здороваются, разговаривают, это же не криминал. И сегодня же украинский президент высказался за изменение Конституции – одно из главных условий минских договоренностей. Во время своего выступления на первом заседании Конституционной комиссии, которая начинает работу над изменениями в основной закон Украины, Порошенко предложил взять за основу подготовленный им проект. В первую очередь решить вопрос о децентрализации. Процесс не коснется сфер обороны, нацбезопасности, внешней политики, суверенитета и территориальной целостности страны. Пример предлагается брать с Польши. При этом следует усилить ответственность за сепаратизм, цитата, чтобы и думать об этом боялись. Прозвучали и крайне противоречивые заявления. Так, например, Порошенко сказал, что после децентрализации будут лишь усилены полномочия центральной власти, что, по сути, переворачивает смысл предстоящих изменений с ног на голову. Когда президент говорит о децентрализации, он в первую очередь говорит о сильной вертикали власти и незначительным уступкам региону в плане гуманитарных вопросов, социально-культурных вопросов. Фактически за ширмой децентрализации по Порошенко мы видим жесткое усиление вертикали власти на Украине. Порошенко заявил и о готовности провести референдум по государственному устройству Украины по вопросу возможной федерализации. Правда, вновь тут же опроверг свои слова. Заявил, Украина будет унитарным государством, а это, как известно, антоним федерализации. Украина была, есть и будет оставаться унитарным государством. И не потому, что мы тут с вами так сверху решили, а потому, что мы регулярно получаем опросы общественного мнения граждан. И могу вас заверить, что за прошедший год поддержка унитарного способа управления страной сильно выросла. На данный момент она достигает 90%. На это выступление Порошенко отреагировали в провозглашенных республиках Донбасса. Большую часть его заявлений там назвали неприемлемыми. В частности, председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин сказал, что они никак не стыкуются с минскими договоренностями. Это все политические игры, политические заявления. Там очень много он сделал заявлений по поводу сепаратизма, по поводу референдума и так далее. Ну, это для западного слушателя, на самом деле, никакого референдума никому не нужно. Вот это такие игры. Жесткой критикой недавнего решения Порошенко о предоставлении правому сектору автономного статуса в составе украинской армии выступила французская газета «Насьон Пресс». По словам журналистов, Порошенко, цитата, «сам дал неонацистам в руки веревку, на которой его и повесят». Предоставляя свободу Ярушу и его головорезам, которые ослабли после поражений на Донбасском фронте, Петр Порошенко продемонстрировал новый уровень своей трусости. Уровень этот, похоже, сегодня только поднялся. Этим утром стало известно, Министерство обороны Украины решило доверить лидеру запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрию Ярушу постсоветника начальника генштаба. В военном ведомстве подтвердили, что такая договоренность достигнута накануне во время встречи Яруша и самого главнокомандующего вооруженными силами. Если верить выпущенному официальному заявлению, добровольческие батальоны готовы подчиняться армейскому руководству. Правда, по мнению политологов, это назначение очередная уступка и попытка украинского президента ублажить неподконтрольное ему вооруженное формирование.